Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим продолжение самого легкого и быстрого способа изучения таблицы умножения. Итак, вторая часть. В первой части мы изучали уменьшающий метод, когда становилась, с примера, все меньше и меньше такая своеобразная пирамидка. И сегодня мы продолжим тему самого легкого способа, вспомним, как это было, все эти примеры, и остановимся на секретиках, которые связаны с изучением таблицы умножения. И один из них – это перестановка множителей. От перестановки множителей произведение не меняется, поэтому и табличку умножения можно учить, что так, что так. Итак, приступим. Таблица умножения на 2. Секретики касательно двоечки. Первый секретик умножения на 2 является тем, что единицы в таблице умножения на 2 повторяются от 0 до 4 и от 5 до 9, и являются четными от 0, 2, 4, 6 и 8. Умножая от 5 до 9, еще нужно впереди поставить десяток. И таким образом можно будет понять, какое число в результате выходит. Рассмотрим теперь секретики таблицы умножения на 3. Таблицы умножения на 3 очень хорошо помогают рифмы. 3 на 4 – 1 и 2, 3 на 7 – 2 и 1. Выучить обязательно нужны сложные примеры. 3 на 6 – 18, 3 на 8 – 24. Рассмотрим секреты таблицы умножения на 4. Необходимо просто выучить сложные примеры. 4 на 7 – 28, 4 на 8 – 32. А таблица умножения на 5 заключается в том, что все четные умножители дают 0, а нечетные дают в конце единицу 5. И таким образом тоже можно хорошо запомнить. И также выучить рифмы. 5 на 5 – 25. Секреты умножения на 6. Здесь также очень интересно чередуются четные цифры. Только еще десятки добавляются 1, 2, 3 и 4. Также один из секретов в таблице умножения на 6 является тем, что пары нижний и верхний 5 и 6 образуют сумму 66. Также нужно выучить рифмы. 6 на 4 – 24, 6 и 6 – 36. На дворе растет трава, 6 семерок, 42. 6 на 8 – 48. Не забудь о Майдадыре, 6 и 9 – 5, 4. Выучив эти стишки и рифмы, вы можете вспомнить, какое число в таблице умножения находится. И обязательно нужно выучить сложный пример. Это 6 на 7 – 42. Секреты умножения на 7. Здесь также есть секретик суммы. Если взять 5 и 6, сумма будет 77. Также нужно выучить рифмы. 7 на 8 – 5 и 6. Секретами таблицы умножения на 8 являются также четные цифры. Только единственное, что у нас здесь выходит, что нумерация идет десятков на одну единицу меньше. Ну, а единицы – четные числа. Также в таблице умножения есть пары, которые образовывают 88 в сумме. Два числа, вот произведение, образовывают в сумме 88. Таблица умножения на 9 имеет массу секретов. Один из них – это при помощи рук. Можно считать на руках. Об этом я расскажу немножко позже, в следующем видео. А сейчас я вам расскажу интересный способ, как можно учить таблицу умножения на 9. Это пронумеровав от 1 до 9, а потом проверив от 1 до 8 назад. Таким образом получаю необходимое произведение. Еще одним секретом таблицы умножения на 9 является, что десяток можно узнать, отняв от второго множителя единицу, а проверить, добавив единицы к десяткам, чтобы получилось в сумме 9. Итак, с чего же лучше начинать? А начинать нужно с рифм. Вначале выучить все необходимые рифмы. 3 на 4 – 1 и 2, 3 на 7 – 2 и 1. Следующим шагом мы изучаем. Повторы, множители, которые повторяются. Таблицы Пифагора, они образуют диагональ. И, соответственно, получается, опять же, в рифму 2 на 24, всем известно в целом мире. 3 на 3 – 9, 4 на 4 – 16, 7 на 7 – 49, 8 на 8 – 64. Затем нужно выучить сложные примеры, которые необходимо просто запомнить. 3 на 6 – 18, 3 на 8 – 24, 4 на 7 – 28, 4 на 8 – 32, 6 на 7 – 42. Надеюсь, вам помогли эти секретики, и вы с легкостью выучите таблицу умножения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...